Первый летний перформанс в новом, но уже излюбленном месте со старыми, но сменившими амплуа друзьями. Концерт оренбургских рок-групп прошел в клубе Кап. Мэйн Элло, Эммит Браун, Смокин Снейлс выступали всем известные коллективы. Однако в совершенно ином, чем раньше образе, музыка, слова, смысл настроения и даже составы групп изменились. Не обошлось и без дебюта. Подробнее в следующем сюжете. Арчидрам впервые на публике. Дебют не ошеломляет, потому что вдвоем без барабанщика с электроникой. Однако настроение в музыке соответствует запросам зрителя, поэтому выход Арчидрам можно считать вполне успешным. Направление пост-рок. Впереди три долгожданных и давно не игравших в массах группы. И все это мелодичный рок. Первый летний перформанс организован таким образом, что все коллективы работают в едином стиле. Так что эмоции публики меняются только в позитивную сторону. С каждой песней все выше и выше накал. На площадке Smoking Sniles. Группа известна в городе еще с 2005 года. С тех пор неоднократно менялся ее состав. Сегодня это, пожалуй, самый гармоничный и грамотно подобранный из всех предшествующих. Потрясающее звучание и впечатляющий вокал. Слияние женского и мужского голосов. Два года назад Smoking Sniles стали призерами фестиваля Оринсток. Тогда и пришла популярность. Их направление не поддается каким-то шаблонам. Это коктейль рок-н-ролла, блюза и тяжелого рока. Публика зовет эту группу просто – улитки. И любит завечный позитив песен. Не сказать, конечно, что на какой-то дно пропевать, но послушать приятно. Ну а раз приятно, это уже кайф, правда еще неосознанный. Группа Эммет Браун в числе организаторов перформанса. Восемь рук и один голос – Эммет Браун. Молодая группа с очень громким названием. Есть такой известный диджей – Эммет Браун. Однако к нему оренбургский коллектив имеет самое посредственное отношение. Выступает уже не первым составом и с новым репертуаром. В свежем исполнении и направлении. Мы стараемся играть сейчас что-то более… чуть-чуть уходим в сторону электроники, каких-то интересных звуков, звучаний. Слушаем до концерта японскую музыку, чтобы она нас зарядила. Главное – это энергетика и положительный заряд. Большинство публики пришли послушать группу «Мэй Нэ Ло». Сегодня она также в новом составе. Лирика новой группы тоже достаточно оригинальна. Космические мотивы, историческое что-то. 15 лет на сцене. Творческие искания, терзания. Вокалиста группы «Мэй Нэ Ло» Сергея Спиридонова Оренбург знает больше как лидера «Озеро эльфов». Сегодня он пишет совершенно другие песни. Инди или даже интергалактик-рок. Так позиционирует себя группа «Мэй Нэ Ло». Ровно год назад она исполнила свои первые хиты в студии программы «Портал». «Глубина неба» 2012 – все они навеяны событиями будущего и философией нового мира. На публике «Мэй Нэ Ло» видеть часто не приходится. Настолько все сокровенно в их музыке. Но первый летний перформанс – это шаг навстречу зрителю. Он состоялся и оставил самые положительные впечатления. Редактор субтитров А.Семкин